Доброе утро всем! Это «Открывашка» на 101.0 FM, «Эхо Москвы» в Кирове. Сегодня воскресенье, а это значит, что мы, как всегда, с утра начинаем с полезной, интересной информации, которую выдаём в эфире нашей программы. Сегодня мы поговорим о том... Зачем сразу тему? Давайте сначала представим наших гостей. Сами представимся, потому что давненько нас не было в эфире. Соответственно, друзья, сегодня вместе с вами Инга Дегтярева, Алексей Андреев и наши уважаемые гости. И как только мы их представим, вы сразу примерно поймёте, о чём будет идти речь в программе. Сегодня в студии руководитель общественной приёмной федерального экологического оператора в посёлке Мирный Светлана Палашова. Палашова? Палашова, прошу прощения. Доброе утро, обожаемые слушатели. У нас сегодня исполняющий обязанности директора Института химии и экологии нашего любимого опорного вуза Вятского государственного университета, кандидат химических наук Денис Козулин. Доброе утро, радиослушатели. И те, кого нам всегда приятнее всех остальных взрослых вместе взятых видеть, это наши юные знатоки, участники сегодняшнего эфира, учащиеся восьмого класса Варвара Кротова и Эмма Фаизова. Всё верно? Да, здравствуйте. Не ошибся. Если с фамилиями мы ошиблись, не страшно, мы познакомились не так давно, и тем приятнее будет сегодня наше общение. Ну, первый вопрос всегда у нас стандартный. Как воскресное утро? Успели ли вы все проснуться? Мы уже перед эфиром его задавали друг другу, но тем не менее давайте ещё раз бодрым голосом скажем, что да, мы все в порядке, мы уже готовы с вами общаться. Замечательное осеннее утро. Девчонки, как у вас? Всё хорошо, как обычно. Вот, как обычно, в воскресенье встали в 5 утра, приехали, всё здорово сегодня в студии. Денис, как у вас? Да, всё отлично. Меня уже утром, мои дети разбудили, мы уже с ними поиграли, позанимались. Ну, тоже примерно в 5 утра это было. Сколько счастья в голосе Дениса сейчас выходит. Чувствуется прямо, да, что... Вот химия, она наверняка уходит сразу на второй план, как только утром приходят дети. Но у нас сегодня как раз-таки на втором плане химия точно не будет, потому что это основная тема сегодняшней нашей программы. Сегодня мы расскажем вам, дорогие друзья, вернее, наши гости расскажут, что-то гораздо лучше, чем я, да, Инга? Да, да. О том, что же такое менделеевские классы, с чего всё началось, когда они появились, что они нам принесут интересного. У меня есть пока только общая пилотная, ну, вообще вот у нас есть общая такая пилотная информация о том, что 5 регионов пилотно запустили менделеевские классы в учебную программу, и этот проект грозит в хорошем смысле стать действительно большим масштабным всероссийским проектом, потому что уже есть целый ряд других регионов, готовых подключиться к ним. Ну, действительно, очень лестно и радостно, что Кировская область в данном проекте участвует, потому что обещают, он действительно, ну, такое хорошее подспорье для детей и их родителей, а это самое главное, наверное. Поэтому сегодня попросим и девчонок, и наших экспертов более, наверное, простым языком рассказать, что же такое менделеевские классы, для чего они созданы. И так как 16-го числа прошла первая онлайн-лекция, то надеемся, что наши молодые эксперты нам тоже расскажут, что же это такое было и какие первые ощущения. Вот так. Ну, наверное, сначала стоит попросить либо Светлану, либо Дениса всё-таки сказать, наверное, Светлана Пальшева больше нам расскажет о том, что же всё-таки такое менделеевские классы, как вот прям понимать это всё? Откуда появилась идея? С чем, собственно говоря, это нам всё съедать? Да, конечно. Я начну, ну, более так, серьёзно несколько, да, предложений, а затем я Денису Анатольевичу передам это слово, он потому что более компетентен у нас в консорциуме. Уважаемые радиослушатели, мы все неравнодушны к нашей экологии. И сейчас у нас в России национальный проект «Экология». В этом национальном проекте «Росатом» имеет очень важное значение. Ему поручена ликвидация первого-второго класса опасности отходов промышленных и наших с вами, которые образуются в каждой семье ежедневно. Федеральный экологический оператор совместно с нашими ведущими вузами страны заключили консорциум. Вот Денису Анатольевичу хочется передать вот это слово об этом замечательном научном проекте. Как плавненько перешли. Да. Добрый день ещё раз. Консорциум — это, наверное, не столько научное объединение вузов, федерального экологического оператора и других участников. Это действительно, наверное, такое общественное хорошее объединение, которое решает важную национальную задачу. Экология у нас с вами — это то, что создаёт среду нашего обитания. А президент у нас чётко сформулировал задачу — это увеличение качества жизни. И без нашей с вами природы, окружающей среды, качество жизни на том уровне, в котором мы его видим, невозможно. Поэтому консорциум, собственно, и называется «передовые экотехнологии». В нём в названии заложены вот этот посыл и смысл. И когда строится современное предприятие, когда необходимо решать такие задачи, в регионе, конечно, нужна стыковка промышленности, общественности и науки. И поэтому внутри консорциума есть и федеральный экологический оператор, и у нас есть ряд вузов, регионов, которые подключились и работают совместно в консорциуме. Тут, наверное, если так простыми словами, что такое консорция. Ну и плюс ещё общественные активисты, которые тоже, естественно, в этой работе принимают участие. И, как мы теперь понимаем, потому что эфир-то у нас не без детей, опять же, в этом проекте, можно сказать, и в консорцию тоже вливаются уже и совсем юные кадры. Правильно ли я понимаю? Менделеевский класс, это, наверное, как раз-таки будет первым подспорьем. В консорциуме есть ряд разных проектов, сложных, серьёзных, одним из которых является менделеевский класс. Ведь мы прекрасно понимаем, что мы не только должны создавать сейчас ситуацию, которая позволит нам улучшить экологическую обстановку. Мы должны смотреть в будущее, мы должны смотреть на наших детей. Ведь именно они, собственно говоря, являются носителями этой идеологии. Эта повестка сейчас — это уже не мода, это уже обыденность, для них это нормально. Они нормально воспринимают электромобили, они нормально воспринимают то, что большое предприятие, которое выбрасывает огромное количество загрязняющих веществ, это не есть хорошо. Поэтому они гораздо открыто и спокойно смотрят на эти вопросы. И, конечно, мы должны в первую очередь работать с ними и слышать их запросы, и помогать им правильно отвечать на это. Ну вот, соответственно, и вопрос тогда. А как вообще в менделеевские классы попадают дети? То есть это только конкретно те, кто уже прям глубоко в теме, или это могут быть обычные школьники, которым просто близка тема, тем более, что мы сейчас понимаем, что это, опять же, наша вот обыденность, да? То есть ничего сверхъестественного в теме экологии как будто бы уже и нет. Так вот, соответственно, еще раз повторюсь, это дети подготовленные или дети любые школьники? Светлана, уже готова ответить. Это обычные наши ребята, обычные наши школьники. Но хочу чуточку еще отметить, почему именно в Мирном, да, открыли менделеевский класс? Это очень важно. Ну не где-то в Кирове, да, в какой-то школе, там в Кирово-Чапевске, еще и так далее. Почему в Мирном? Потому что федеральный экологический оператор, и не только в Мирном, а вот в пяти регионах, и конкретно вот в этих поселках федеральный экологический оператор планирует построить эко-технопарки. Вот это, можно сказать, такой первый хороший, да, добрый знак и хорошее вот это подспорье, да, что ребята будут, они уже и изучать химию, они будут знать, что за предприятие рядом, да, какое-то химическое будет рядом с ними. И вот это и родители, и жители очень положительно к этому отнеслись. А какие ребята? Обычные ребята в школе, обычный класс. Педагогический коллектив, поговорили с ребятами, с родителями. Это было все добровольно, да, непринудительно. Вы будете учиться в менделеевском классе. Вот это самое главное. Да, а это было все очень положительно и добровольно. Родители и ребята согласились. Да, мы будем учиться в менделеевском классе, потому что это очень важно. Это наше будущее. Ну, девочки сами скажут, да, потом свое. Так мы сейчас у них и спросим, наверное, у них еще... Да, вот это мнение именно к отношению к ночам. Нам-то хочется услышать еще и вторую, наверное, часть, что это важно раз, и во-вторых, это еще и интересно наверняка, да, девчонки, расскажите, почему вы вот... Ну, вообще, как вы себя сейчас будете, ну, ощущать, будучи уже учащимися менделеевского класса? То есть есть какое-то особое отношение к своему новому статусу? Нет, как такового особенного статуса нету. Мы, как обычные школьники, учимся только в отдельном классе. Нам преподают учителя, профессора из РХТУ имени Менделеева и Вятского университета. Да, все как обычно, просто дополнительно у нас все как обычно. Все как обычно, как в любой... Просто профессора. Просто профессора приходит из РХТУ имени Менделеева. Ну нет, это уже, конечно, необычно. А вам-то самим уже предмет как-то пришелся по душе, потому что вы восьмой класс, по сути, химия в обычной школе только с восьмого класса и начинается. Да, только начало. Да, очень интересно изучать. Уже сами... Обещают опыты. Вот, вот, опыты. Самое важное. Насколько мне известно, из той информации, которая есть по Менделеевским классам, как раз-таки одним из важных, важной составляющей вот этой работы, это как раз-таки практическая деятельность. То есть ребята будут получать возможность участвовать в практических лабораторных исследованиях, в опытах химических, правильно ведь? И потом еще даже есть возможность... Вот, кстати, Денис Анатольевич, насколько мне известно, они еще и смогут потом по окончанию Менделеевского класса получить еще и некое свидетельство, удостоверение, да, химико-лаборанты, или это пока так, ну, планируется такое? Это в планах. То есть такое возможно? Ну, вот это, да, уже... Смотрите, из школы, что называется, после выпускного уже можешь сразу на работу идти. Но они же 4 года будут заниматься более углубленно, да? Бакалавриат? Прям бакалавриат? 4 года. Да, а кто работает у нас на химических предприятиях, да, они полгода отучились, и все, и они уже химики-лаборанты. А это уже более... Ребята будут подготовлены, да, продвинутые. Если у них что-то не получится с нашим университетом, да, или с университетом в Москве, у нас много химических предприятий, они готовы в работу, в лице, пожалуйста. Наверное, не только на предприятиях, вот если конкретно про профессиональную пригодность говорить и дальнейшую карьеру. Вообще, чем вам еще... Как вам еще представляется ваше будущее? В чем будет плюс от того, что вы учите сейчас в Менделеевском классе? Ну, например, моя будущая работа будет, честно, связана с химией, и Менделеевский класс мне только в плюс будет. Поэтому я бы хотела очень усердно работать в нем, и в будущем, надеюсь, это мне пригодится. То есть есть уже четкое осознание того, что ты свое будущее связываешь с химией? Да. А почему? Ну, мне всегда была интересна биология, физика, а химия — это уже новый уровень, уже интересно изучать просторы химии, ведь мир намного больше, а химия дает большие возможности изучения его. Я сейчас пущу слезу. Ну, мы гуманитарии с тобой, что нам делать? Нам, филологам, не все понятно в таких ситуациях. Но, с другой стороны, мне вот чисто практически кажется, вот дополнительную вот эту возможность изучать химию более углубленно, тем более с практической точки зрения этого, то, чего нам как раз-таки в детстве не хватало, потому что одна лабораторная работа делалась всем классом на стареньком оборудовании, на стареньких реактивах, реагентах. Ну, очень... И не всегда правильно. И не всегда правильно, да. Вот Светлана опять говорит, дайте еще я добавлю, конечно. Вы знаете, что я хочу сказать? Ну, я, конечно, все-таки такая патриотка, и вы это... Не забывайте, у нас столько лет работал объект химический по уничтожению химического оружия. Наши мамы и папы очень много лет отработали, и они химики, они имеют химическое образование. И вот в этом еще тоже общение, да, с родителями. Очень важно. Мы с вами говорили, восьмой класс, переходный возраст. Ребята отдаляются немножко, да, от своих родителей. У них какое-то идет отдаление, нет общих тем для беседы. Мне кажется, сейчас Варвара и Эмма такие, да нет, все у вас в порядке с родителями. А вот сейчас у них, они прошли, да, пусть лабораторно, вот мы пофантазируем, вот у нас лабораторная работа в классе сегодня была, РХТО нам вот такие опыты показали. Они приходят на таком энтузиазме, и уже папа, который лежит, да, вот на диване, может быть, с газеткой, газетку отложил, сел сыну или к дочке. Вспомнил свое химическое прошлое. Достал тебя, Даня. Вспомнил, и, боже мой, пора общаться с ребенком, пора вспоминать. Та самая преемственность. Преемственность. Преемственность, династия. Общение общее, в семье общее еще общение. Согласитесь, это тоже большой плюс, да? Вот какой-то, пусть он маленький, но он очень большой плюс. Ребята будут общаться более, да. Безусловно, когда на одном языке будут общаться с родителями, абсолютно уже по-взрослому. Хотя, я думаю, у них уже и сейчас общение именно так строится, но будет дополнительно еще бонус в этом общении. Тематика, да. Это однозначно. Да. Ну, а вообще, в принципе, ведь мы говорим о химии и экологии, то есть даже если человек не свяжет после того, как отучится в менделеевском классе определенное количество лет, даже если он не свяжет свою профессию в дальнейшем непосредственно с химическим каким-то производством или промышленностей, по крайней мере, то, о чем говорил Денис Анатольевич, вот эти экологические знания базовые, да, о том, как выстраивать свои отношения с окружающим миром именно с точки зрения экологии, это у них уже точно будет. Они точно будут знать, что электромобиль полезнее и для тебя, и для окружающего мира, нежели бензиновый. Они точно будут знать, что если рядом происходит что-то, наночащее вред экологии, то с этим надо явно, опять же, как-то, ну, не бороться, но что-то делать. То есть вот это, по крайней мере, мне кажется, у учащихся в Менделеевских классах будет, ну, вот на 100% отработано. Правильно? Ну, тут и дальше запустится, ведь их механизм, они уже будут это своим знакомым, детям. А дальше, да, а дальше уже и сверстникам, и друзьям, а, возможно, и детям в дальнейшем, естественно. Денис Анатольевич, вот опять же, возвращаясь к вам, ВУЗ на сегодняшний день, насколько серьезно участвует в проекте Менделеевских классов. Когда в консорциуме возникла эта идея, ВУЗ внутри принял решение о том, что он не просто участвует в проекте, он занимает активную позицию. Вообще, мое внутреннее ощущение, что нести в школы и ребятам информацию о естественно-научной парадигме, о естественно-научной картине мира, это очень важно. Мы с вами каждый день, листая ленту в социальных сетях, видим, что появляются то свидетели плоской земли, то появляются еще какие-то интересные, неадекватные направления. Это от чего? От того, что образованность и понимание окружающего мира у людей теряется, и теряется оно не в силу того, что люди не стремятся к знаниям, они потому что видят слишком много разных источников информации и не понимают, где действительно истина. Мы с вами живем в каком мире? Мы живем в мире постправды. И поэтому я очень рад, что менделеевские классы в этом случае и эту проблему решают. Образованности, ребят, которые могут не просто знать, как устроен мир, а могут принимать правильные решения. И поэтому ВУЗ, естественно, взял этот проект на вооружение. Мы активно сели со своими коллегами, которые прекрасно не только знают химию, но и методику преподавания химии в школе. И с июня месяца мы сидели и думали вместе с РХТУ, другими университетами о том, как сделать преподавание химии не просто в увеличенном объеме в школе, чтобы было это интересно еще. И поэтому у нас появлялись собственные идеи. Понятно, что каждый регион, каждая школа со своим ВУЗом будут жить отдельно. Школа находится рядом, и мы сможем предложить те вещи, которые в силу логистики между Москвой и Кировом не решить. Поэтому мы будем приглашать ребят в университет. Мы прямо вот анонсируем сейчас. Сейчас я хочу запустить со школой в Мирном, с восьмым классом весной наш уникальный проект, который мы уже второй год реализуем. Это проектная деятельность студентов. Я хочу, чтобы ребята восьмого класса со студентами первого курса прошли двухнедельный интенсив проектной деятельности и ощутили на себе реальность обучения химии в практическом аспекте. Чтобы они попробовали это все сделать самостоятельно, руками, а не только по учебнику. Здесь вот мы отлично в августе месяце с нашим партнером, информ-центром по атомной энергии, сделали проектную деятельность, где ребята придумывали и химические, экологические темы, идеи, и вот сейчас они будут притворять жизнь. Ну и, конечно, помимо всего этого, углубленные знания химии, дополнительные часы, когда знающие интересные педагоги расскажут, увлекут. Ведь это самое важное. Не просто приходить на занятия, а интересоваться предметом. Ведь если вот такой сейчас интерес к химии в восьмом классе, задача его развить и не дай бог в этом случае не остановить вот это желание ребенка учиться. А у меня вопрос, наверное, к Варваре и к Эмме. Первая лекция прошла, прошла она в онлайн-формате. Насколько удобен такой формат? Как себя чувствовали в этот момент? На дистанционке отучились? Теперь, наверное, полегче воспринимаются? Как вообще этот процесс происходит? Ну, расскажите просто немножко про первую лекцию. Как? Ну, первая лекция прошла очень хорошо. Мы сели, нам включили презентацию, мы видели двух учителей, они нам зачитали лекцию. Мы просмотрели презентацию, записали небольшой конспект. Все было очень удобно. Даже несмотря на дистанционное обучение, это было намного лучше. Рядом с классом, рядом с учителем, который все уже сидит, все хорошо. Мы не беспокоились за это. Все прошло гладко. Варвара? Волнуются просто девочки у нас. Впечатления остались только положительные. Мне все очень понравилось. Было все понятно, доходчиво. Светлана, можно, да? Хорошо. Скажите, лекции идут онлайн по всей стране? Ну, по тем пяти регионам одновременно. Да, пяти регионам одновременно. Я к великой радости тоже смогла посмотреть, послушать, поприсутствовать на первой лекции. Значит, тоже так, со стороны эксперта я наблюдала за ребятами. Приятно то, что они первый раз друг друга даже могут видеть. Да, вот классы, они, регионы так далеко находятся, но они вот видят, да, класс видит там мирного, видит, что в щучьем, как класс сидит, как реагирует. Вот это было все очень интересно. Значит, просто реакция первая, реакция первая, вот это впечатление ребят. Ну, мне, честно вам скажу, понравилось. Класс в мирном, он все есть. Большой экран, вот просто спрашивали, а как это все выглядит. Ну да, то есть технически-то как это происходит? Ну да, он технически, это все подключено, это все было качественно, все прошло замечательно. Педагоги тоже пообщались с педагогическим коллективом, тоже только были положительные моменты. Поэтому вот дальше посмотрим, как будет дальше, как будут наши, все зависит от наших университетов. Да, правильно сказал Денис Анатольевич, что первое, даже очень важное, детей нужно ребят, учащихся заинтересовать. Вот это же с первых уроков нужно заинтересовать. Когда появляется с первых уроков интерес, все, там уже учащийся он сам, да. Как раз таки в связи с этим следующий вопрос. И он продолжает тему вообще технического оснащения, как это технически происходит. Почему я и сказал, что в нашем детстве, в нашем школьном детстве, уроки химии были, конечно, тоже интересные, я не могу сказать, что у нас учителя были плохие, или они как-то неинтересно вели уроки. Все было замечательно, даже для гуманитариев, мне все нравилось на химии. Когда не понимаешь, что происходит. Может быть, какие-то моменты, да, сейчас уже сложно уж точно воспроизвести, но наверняка сегодняшнему школьнику, да, ведь вот девочки сейчас мне точно кивнут головой, намного интереснее, если ты прямо уже наглядно все видишь, что тебя ждет, как оборудованы менделеевские классы, насколько они укомплектованы вот тем самым интересным наглядным материалом, всем необходимым инструментом для работы, для опытов, насколько все это вот богато, насколько это все наполнено. В школе имеется, конечно, химическая посуда, это даже было в СМИ показано, мы видели репортажи, если вы тоже, вам было интересно, да, вы видели, показали школу, да, кабинет, химический кабинет, есть посуда, реактивы, но ребята ждут большего, ждут современного какого-то оборудования, да. Вы правильно сказали, раньше мы в школе учились, заходишь класс лабораторный, а у нас там штативы стоят, реактивы стоят, и нам так вот хочется это все, да, прикоснуться, потрогать, поэтому с Москвы ждут, ждут менделеевские боксы, да, это будет пока еще, да, это не правильно, но это пока еще, да, вот когда он уже прибудет, мы его, да, открываем, и там, ааа, ну, учитель химии тоже ждет она, я жду реактивы, Светлана Александровна у нас Сергеева преподает химию, кстати, студент Виатского государственного университета, ей, в прошлом, да, студент, но ей было очень приятно, вот это тоже приятно, что профессора, которые будут преподавать, да, вот ребятам и просто вот педагоги университета, и как там это все у нее сложится, она их, она знает, они знают свою студентку, и в общем, вот видите, вот как-то словно вот по кругу вот эта жизнь, она идет, вот это очень приятно, видите, знакомые лица, когда-то столько лет общались, она им сдавала экзамены, а сейчас они вместе будут сотрудничать, да, и вместе обучать детей. А в менделеевском боксе, что в нем? Вот, да, да, да. Расскажите прямо поподробнее. Ну, поэтому мы более подробно, мы не знаем, я о чем мне сказала, когда откроем менделеевский бокс. А, это будет как шкатулочка сюрпризов. А, да. Там должны быть оборудование, как было, значит, обещано, реактивы, оборудование для проведения вот лабораторных работ. Ну, наверное, я все-таки Денис Анатольевич. Ну, плюс еще, наверняка база все равно университетская будет. Мы принимали участие в обсуждении с наполнением менделеев бокса. Мы понимаем, да, что в лабораторных работах по химии должны, естественно, быть эксперименты, иначе химия, которая воспринимается именно как наука экспериментальная, это важно. Поэтому у ребят должна быть возможность за рамками обычной школьной дисциплины по химии поэкспериментировать, поошибаться, я думаю, что без, конечно, последствий опасных, но тем не менее посмотреть, что может произойти, если ты делаешь неправильные действия. Вот. И каждая лабораторная работа должна сопровождаться определенными наборами инструментов, реактивов, посуды. Это будет менделеев боксе по ходу, как ребята будут изучать химию. Ну и, конечно, никакая школа не может иметь серьезное современное оборудование и тот масштаб экспериментальной базы, которая есть в университете. Поэтому связка школа и университет — вот это самое важное. То есть, когда еще в восьмом классе можно прийти в университет и не просто на экскурсии, там, на дне открытых дверей посмотреть на оборудование, посмотреть его в действии, а самое-то главное — не просто постоять рядом с оператором, поучаствовать в эксперименте, а может быть, и самостоятельно придумать идею и попробовать воплотить ее в жизнь. В университете — это возможность. Университет — это возможность. Поэтому мы эту возможность для ребят менделеевского класса Мирнинской школы не просто хотим представить, мы хотим включить их в наш образовательный процесс. И я думаю, что в ближайшее время, несмотря на все наши тут запреты и сложности, мы встретимся. И у них на площадке, и самое главное — у нас. Здорово, девочки. Снова к вам вернемся, чтобы вы не скучали у нас. А то разговор взрослых — это всегда надолго, это обстоятельно. Расскажите, вам какой хотелось бы первый опыт поставить? Может, ну, уже были какие-то фантазии на тему? Может быть, что-то уже успели почитать и хотели сами вживую воплотить это как раз-таки с помощью тех ресурсов, которые вам даст университет и Менделеев Бокс? На первых уроках нам рассказали про атомы, частицы. И про химическую посуду. Очень хотелось бы попользоваться кристаллизатором. Когда определенные вещества смешиваются, реактивы входят в действие, и получаются какие-либо вещества в сухом виде. Очень хотелось бы попробовать это провести. Я вспоминаю свои фантазии в восьмом классе. Чем бы я хотел попользоваться? Кристаллизатор не входил в печень вот этих обязательных плин. Супер! Соответственно, нам хотелось бы в продолжении темы сразу напомнить, что в открывашке есть такой особенный блок «Вопросы слушателям». И мы хотели бы как раз один из вопросов, связанных с опытами, задать тем, кто сейчас следит за нашим эфиром. Друзья, скажите, пожалуйста, что получится, если соединить олово и медь? Что получится? Если вы знаете ответ на этот вопрос, если у вас под рукой родители, мама, папа, или учебник по химии, или просто телефон, да, с возможностью выхода в Google, то обязательно ищите правильный ответ и звоните 211-101. В эфире открывашки. Мы не просто задаем эти вопросы, мы потом еще и правильные ответы награждаем призами и подарками. Поэтому звоните быстрее 211-101. Также можете написать нам сообщение во всех любых мессенджерах на номер 8909 720 101 и 0. Ответы там также нам принимаются. А мы, кстати, разыграем не только книжки, у нас есть еще вот такие прекрасные комбо-наборы, назовем их так. От Ицаи это блокнот, карандаш, браслет, на котором написано «Мое сердце, реактор» и светоотражатели, вот такие вот удобные классные штуки, которые должны быть у всех детей обязательно. Да, модный стильный комбо-набор. Да, поэтому мы уже готовы их отдать, разыграть, поэтому очень-очень ждем либо звонков, либо ваших сообщений. Да, 211-101, если вдруг вы прослушали телефон, по которому нужно звонить. Мы пока продолжаем. Естественно, ждем, мне кажется, уже будет сейчас звонок. Я прям где-то там эхом слышу, вот он, телефонный звонок. Давайте пока успеем еще один вопрос вам задать. чем, собственно говоря, будут заниматься в самое ближайшее время. Ну, вот первая лекция прошла, что будет дальше? Что в ближайших планах? Вот как раз-таки экскурсия может быть, ну, более уже такая детальная, глубокая на университетскую базу. Планируется ли нет в ближайшее время? Конечно, то есть в рамках процесса обучения запланированы и лекции, и практические занятия, которые будут какие-то в дистанционном формате, ну, в силу того, что мы находимся друг от друга немножко далеко, в силу других ограничений, но тем не менее мы обязательно практическую составляющую делаем больше, чем лекционную. Конечно, мы сейчас проговариваем вопрос о том, чтобы ребят приехали, посмотрели возможности у нас в университете. Это действительно подтолкнет еще раз, заинтересует их на изучение химии. Да, у нас действительно есть звонок. Спасибо, Елена Анатольевич. Есть звонок, и мы готовы принять правильный, очень надеемся на это, ответ. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Самолова Полина. Где учимся, Полина? В 18-й школе. В 18-й школе? Да. Класс? Шестой И. Шестой И. Спасибо, все, убили нас окончательно с утра сегодня. Есть, оказывается, и шестой класс. Ну что, Полина, знаете ответ на вопрос, что получится, если соединить олово и медь? Да. И это? Бронза. Ура, у нас есть правильный ответ. Все сидят, люди знают, слушают, понимают. В воскресенье утром. Мне кажется, у Полины под рукой сейчас как раз-таки кусочек олова, немножечко меди, и она уже все там слепила. Потихонечку. Полина, мы вас поздравляем, у вас точно есть подарок от открывашки. Рады? Да. Химию когда-нибудь слышали? Ну, шестой класс, может, хотя бы уже что-то про химию знаете? Или, может быть, у вас уже вдруг есть химия? А, Полина? Нету еще. Пока еще нет, значит, есть к вам предложение. Переезжайте в Мирный и с восьмого класса спокойно в Менделеевский класс. Передайте родителям привет, я думаю, они оценят наше предложение. Полина, ну, о том, как забрать подарок, вам расскажут за эфиром. Спасибо огромное. Ну что, вот так быстро мы разыграли первый наш набор. Скажем честно, у нас их еще два. Да. И у нас еще будет два вопроса. Да. Вот, это был, наверное, один, наверное, один из самых легких. Первый был. Давай сразу сложный, сразу заднем, и будем продолжать общаться. Тогда второй вопрос, который мы хотели бы спросить, это назовите, пожалуйста, три последних химических элемента, которые были открыты российскими учеными. Даже Денис Анатольевич, мне кажется, задумался. Тут на полчаса задачка, ребята, а до конца эфира времени совсем немного, поэтому успевайте. Три последних химических элемента, которые открыли наши российские ученые. 211-101, телефон не изменился, звоните, рассказывайте. Продолжаем наш диалог. Дорогие друзья, напоминаем, сегодня мы общаемся с нашими уважаемыми гостями. Это Светлана Палишева, руководитель общественной приемной федерального экологического оператора в поселке Мирный. Это Денис Козулин, исполняющий обязанности директора института химии и экологии Вятского государственного университета, кандидат химических наук. А также наши замечательные гости, учащиеся восьмого класса, Варвара Кротова и Эмма Фаизова. Все мы по-прежнему в студии и вот смотрите, говорили достаточно много про химию, вернемся немножко к экологии. Можно задам вопрос такой, ну как вам кажется, девочки, что на сегодняшний день самое главное для того, чтобы экология была, ну уровень экологии был благополучный? Что может сделать химик, чтобы уровень экологии поднять? Что может сделать обычный человек, вот на ваш взгляд, восьмиклассник или восьмиклассница? Ну, химия сама по себе нужна для того, чтобы сохранять природу, помогать людям. А как восьмиклассники, как обычные люди, мы можем просто помогать в сортировке мусора, элементарные бытовые вещи выполнять, которые обязательно помогут в будущем. Умница, Эмма. Есть просто вопросы, которые мы проговаривали, а есть вопросы, которые прямо здесь на эфире рождаются. И вот Эмма сейчас необыкновенно порадовала, честное слово, потому что очень многие думают, что химия это как раз наука, которая вроде как не о природе. Есть, к сожалению, такое бытовое мнение у многих людей. И вот Эмма сейчас очень чётко сказала, химия это как раз наука, которая призвана защищать природу, сохранять её. Задумайтесь об этом, друзья. Если говорить конкретно об учителях, кстати, которые работают вместе с ребятами в менделеевских классах. Ну, об одном из них мы уже услышали. Да, учитель химии. Учитель химии. Профессорский состав. Можно прямо сказать, чтобы мы ощутили весь масштаб человеческого потенциала, научного потенциала, который в этом проекте завязан. По людям прямо кто, если не секрет? Ну, пускай даже мы этих людей не знаем, но там, мне кажется, одни их регалии. Регалии, научное звание, статусы. Ну, прежде всего в рабочей группе, которая занимается и курирует менделеевские классы, это заведующие кафедры фундаментальной химии и методики обучения химии. То есть, это человек, который не просто знает химию, а ещё, главное, её может донести до ребёнка. То есть, главный по преподаванию, по сути, химии, главный методист. Главный методист. Да, и, конечно, у него есть команда, это и профессоры, и доценты кафедры Института химии и экологии, которые помогают разрабатывать методически правильно учебный план и насыщать его интересными экспериментами. А РХТУ имени Менделеева? РХТУ имени Дмитрия Ивановича Менделеева, в любом случае, как координатор этого проекта, тоже не стоит в стороне, и от них участвуют и в разработках, там тоже заведующие кафедрами неорганической, а органической химии, общей химии, принимают участие и ведут эти дисциплины для ребят в школе. А вот первая лекция, ведь как раз, по-моему, преподаватели из РХТУ проводили первую онлайн лекцию. Да, РХТУ. Первая лекция была в Москве. Я просто сижу и завидую, девчонки, это же так круто. В восьмом классе вам профессор из московского вуза говорит, буквально на пальцах показывает, что такое химия, рассказывает, вовлекает вас в процесс. Мне кажется, завидую, не я один. Как остальные ваши сверстники, ну то есть есть же ребята, которые тоже учатся в восьмом классе, но не в Менделеевском классе, как они отреагируют на то, что у вас вот такая теперь интересная пристачка? Спрашивают, что было, узнают. Да нет. Пока еще не поняли, да? Наверное. Пока еще разницы большой не ощутили. Нет, но если Светлана говорит о том, что изначально дети могли выбрать, их родители могли выбрать, в какой класс они пойдут, в Менделеевский, либо в обычный, то здесь мы видим детей заинтересованных. Я на своем личном примере просто знаю, у меня была в свое время точно такая же история с выбором в школе, то есть когда мне предложили идти или в экспериментальный класс, в гуманитарном как раз таки уголовном, или оставаться в обычном, что называется, школьном классе. Выбрали мы с мамой гуманитарный класс. Вот, и первое время точно так же, ребята особо, собственно говоря, разницы-то и не чувствовали, а вот потом, через годик, через два, была сначала белая зависть, а потом уже, знаете, вплоть до того, что, ну конечно, это вот там те самые экспериментальные, понимаете, то есть, нет, это на самом деле здорово, ощущать себя немножечко все-таки причастным к другой какой-то школьной истории. Поверьте, вы еще это тоже ощутите. И тем более, когда такие планы наших, да, университетов, когда они приедут, они потом вернутся, и они это все расскажут, да, своим вот сверстникам в поселке, я думаю, что будет очень хорошо. Ну и, конечно же, можно, позволите мне вот буквально еще, да, минутку, просто как такому небольшому эксперту сказать нашим радиослушателям, донести просто вот мнение простых, да, простых жителей, они тоже в курсе, потому что информация, она распространяется. У нас много жителей подключено ВКонтакте к Экотехнопарку Мирный. Это небольшая реклама, уважаемые радиослушатели. Если вы хотите знать правдивую информацию о нашем федеральном экологическом операторе, пожалуйста, о будущем Мирного, кто-то там жил, кто-то учился, подключайтесь, да, в Содружество Экотехнопарк Мирный. Там достаточно много информации. И буквально вот на этой неделе, вот почему-то именно на этой неделе произошли такие два случая. «Пришел на прием ко мне мужчина, зовут его Александр». Я беседовала с мамой как раз наших учениц по теме «Менделеевские классы» по телефону. Вот он немножко вот буквально там, да, услышал вот это. Он настолько прямо вот, он даже засиял, честно скажу, вот лицо у человека изменилось, что у нас в поселке, он, у нас в поселке открывается «Менделеевский класс». Вот видите, реакция просто простого жителя Мирного, что он рад. У него, к сожалению, уже дети закончили школу, но он вот просто был вот рад за детей, кто там живет и учится, за родителей, да. И второй случай, он вообще был очень такой. Я сижу с газетой, районной газеты «Искра», где информация о «Менделеевском классе». Там была прекрасная, хорошая статья с фотографиями наших ребят. И вот, заходит ко мне посетитель, а посетителю 74 года. Он смотрит, прямо такая страница красочная, фотографию. Он, Светлана, как у вас дела? Ну, обычно жители так обращаются по-доброму ко мне. Я говорю, вот, посмотрите, у нас новость, у нас открылся «Менделеевский класс». Знаете его, какая была реакция? Человеку 74 года. А почему так поздно? Я сначала, я вам скажу, я не поняла его первую реакцию. Что значит поздно? А он мне говорит, у меня внучка в университете учится, закончила два курса. И не нравится вот ей учиться по той специальности, которую она выбрала. А был бы вот «Менделеевский класс» пораньше в нашей школе, тогда бы знали. О чём? Вот, видите, профориентация детей, она будет, да, заложена с восьмого класса. Я, если честно, Светлана, вот, немножечко другую историю себе сразу нафантазировала, когда пришёл вот этот посетитель 74 года, и спрашивает, почему так поздно? Я бы, собственно говоря, второе образование, быстренько сам. Я не на то специально стучился. Я сама, вот это у меня точно, такие же были первые мысли, я думаю. Нет, учитывая то, что сейчас, да, взрослые люди, там, очень активно сейчас занимаются своим дополнительным образованием. Мне кажется, можно будет потом ещё и «Менделеевские классы» для представителей серебряного возраста открывать. 30 плюс. Ну да, почему нет? То есть кто-то захотел там дополнительно самообразованием заняться или получить какую-то дополнительную специальность. А может это будут наши ребята? Или это будут ребята? Откроют кружок, они глубоко, да, будет у них уже знание, они откроют в мирном кружок, пожалуйста, вот химический. Как у нас в Ярославле, да, если вы видели за СМИ, да, следите за новостями, вот там какой, Вундеркин, 13 лет. Слышите, Светлана, зарождается новый проект. Вот есть волонтёры информационного общества, отличный проект региональный, да, когда ребята помладше учат более старших уже представителей нашего общества, а зам, а тут то же самое, будут волонтёры химического общества. Да. Новая тема. Девчонки сразу так глаза к толку. И представили. Мне кажется, я не знаю, что это. Оценили свои перспективы, оценили свои проблемы и возможности. Скажите, дайте нам хотя бы самим ещё пока поучиться, да. Ну, можно тогда ещё один вопрос? У меня их на самом деле очень много, потому что, ещё раз говорю, мы же гуманитарии. Вот химия, экология, для многих, ну, ещё раз говорю, такой тёмный лес. А есть какой-то, ну, секрет, может быть, к преподаванию в менделеевском классе, чтобы вот она была максимально проста в понимании? Есть такой? Может быть, какие-то новые методики, я не знаю, может быть, они будут не просто в лабораторных, а может быть, будут куда-то выезжать, я не знаю, в лес, и там вот прям на открытой местности, на природе это всё изучать. То есть, это отличная идея. Все процессы вот эти, может быть, прям, что называется, в натуральном виде рассматривать, изучать, нет такого. Давайте попробуем не пофантазировать, а два секрета. Ну, прежде всего, когда ты сам любишь предмет, когда ты его понимаешь, тебе легче его им заразить и донести всё, что ты хочешь до ребят, которые готовы слушать. Вот. А по поводу в лес, вот смотрите, предложение тоже очень простое. Мы заговорили о химических волонтёрах, но если смотреть шире, эко-волонтёрство, это самое важное то, что сейчас не просто зарождается, а активно уже в массах. Например, мы нынче с ребятами первого курса вместе с информцентром запустили в ВИАДГУ историю, которая называется «Плоггинг». Кто-нибудь слышал о такой вещи «Плоггинг»? Хорошо, рассказываю. Когда сейчас становится популярным не просто спорт, а любительский спорт, когда любой может активно влиться в спортивную жизнь, делая нехитрые вещи. Например, бег. Встал утром, побежал, включил фитнес-браслет и контролируешь, как ты бежишь. А если к этому действию добавить ещё одно? Бежать и смотреть... Собирать мусор. Собирать мусор. Всё, я понял. Разделять мусор, фиксировать, где какие проблемы. Это всё, конечно, размещать в социальных сетях, показывать, активно заражать других. И вот это эко-волонтёрство, плоггинг мы нынче запустили. Ребятам на встрече федеральные спикеры рассказали эту идею. Идеологи, которые в Перми, в Москве, в Кирове у нас такой нет истории. Теперь ВИАДГУ она есть, и у нас ребята этим занимаются. Почему бы нам со школьниками этим не заняться и в своём регионе? Я вам дам прям конкретную аудиторию эко-дружин. Они недалеко у нас тоже базируются. Они с удовольствием, мне кажется, подключаются. Ну, классная тема. Я, причём, кстати, видел, как это происходит за рубежом. Видел, как у нас в городах некоторые неравнодушные люди не могут пробежать мимо валяющегося мусора, который кто-то просто мимо урны шёл и выкинул. Поэтому здорово. В общем, мы, похоже, уже в студии сами начинаем экспериментировать, и какие-то новые вещи тут либо анонсируем, либо пытаемся нафантазировать. Ну, знаете, всё начинается всегда с фантазии. Любая фантазия может превратиться в хорошую идею, а потом может быть и в замечательный проект. У нас совсем немного, на самом деле, остаётся времени. Поэтому, да, давайте напомним про вопрос. Друзья, напоминаем, телефон прямого эфира 211-101. Звоните нам в программу, отвечайте на вопрос очень простой, Инга. Я предлагаю... Очень простой, извиняюсь. Очень сложный. Очень простой вопрос. Я предлагаю задать сразу же и второй, потому что, возможно, на этот вопрос найти ответы будет сложно. Может быть, второй будет немножечко попроще. Поэтому я повторяю тот вопрос, который мы уже задавали. Назовите три последних химических элемента, которые были открыты российскими учёными. И дополнительный вопрос касается уже личности Дмитрия Ивановича Менделеева. Дмитрий Иванович родился в многодетной семье. Каким по счёту ребёнком он был? Вот такие неординарные, странные и, возможно, не совсем логичные. Это гуманитарный вопрос. Значит, уважаемые слушатели, Дмитрий Иванович был не вторым и даже не третьим. Семья очень многодетная. Очень. Это мы просто вам такую подсказку даём. Ищите. Даже социальная реклама была несколько лет назад, когда показывали семью Менделеева. Ну, я имею в виду, не вживую показывали, показывали, каким он был ребёнком в семье. И говорили, что необязательно в семье с одним ребёнком можно добиться больших успехов. Многодетные семьи таким образом всячески рекламировали. Ну что, ещё остаётся действительно несколько минут. Продолжая уже просто перспективы. Через год что ждёт Вятский государственный университет от Менделеевских классов? Вот такой вопрос Денису. Через год мы ждём, что этот эксперимент будет успешным. И ребята перейдут в девятый класс, а появится новый восьмой класс Менделеевских классов, который уже с другим азартом войдёт в эту историю. И мы будем продолжать. Ребята когда-то в одиннадцатом классе выпустятся, получат дополнительные преференции. А поколения новые будут каждый год появляться и активно учить химию. А вот о преференциях можно немножечко подробнее, мне кажется? Сейчас навострили уши нашей мамы и папы. Самое главное, что мы не рассказывали. Вот мы немножечко затронули про это свидетельство, сертификат химико-лаборанта. На самом деле есть более такие приземлённые, конкретные бонусы, которые могут получить выпускники Менделеевских классов. Да. Ну, мы проговариваем сейчас совместно с руководством университета историю о том, что ребята, которые закончат успешный Менделеевский класс, конечно, пойдут сдавать ЕГЭ по химии. При поступлении в университеты консорциума могут получить дополнительный балл, который им, естественно, в их копилочку добавится, и у них гораздо будет больше шансов. Хотя я считаю, что они так будут знать химию хорошо, сдадут её на 100 баллов, эти 10 баллов, ну, просто будут приятным бонусом. Я сейчас прям задумался, а не просить ли открыть ещё какой-нибудь Менделеевский класс, ну, в смысле, какой-нибудь ещё один Менделеевский класс, только не в Мирном, а поближе к центру. В Кирове. Поближе к центру, да. Таких перспектив пока не рассматривали, да? Если эта история будет интересной и будет иметь продолжение не только в Мирном, да, то есть открыться Менделеевские классы планируются по всей России активно, и в других школах, и в других регионах, конечно. То есть это не будет каким-то одним закрытым сообществом Мирном, это наши дети получат возможность все. Через некоторое время эта история будет такой самоподдерживающейся, и это просто будет лавинообразный механизм, когда ребята других школ будут активно присоединяться к этому проекту. А можно узнать по Менделеевским классам? Вот ещё такой вопрос. Сейчас основной упор — это химия. Есть ли какой-то ещё спектр предметов, которые потенциально могут... Ну, здесь же уже помимо химии у ребят математика, потому что химия, математика — это важно. Дальше есть обсуждение по поводу физики. Угу. Ну, то есть такая очень глобальная подготовка, в принципе, к 11 классу — это прям сильно подготовленные дети. Ну, это, в принципе, всё, что нужно естественно научное направление, физико-математическое направление. Зависть. Белая зависть. Девчонки, а вы что ждёте через год? Расскажите. Ну, то есть, давайте я примерно, опять же, вот свои фантазии, а вы мне скажете, да или нет, потому что времени совсем немного. Вот через год я, Эмма, у меня в кармане железо, которое я умею превращать в золото. Я, Эмма, у меня уже приглашение со всех ведущих химических предприятий или что-то другое ждёшь? Примерно это и жду. Шоу. Вот, значит, у нас фантазии хотя бы в этом точно сходятся. Юные алхимики. У нас с вами, да, буквально две минуточки остаётся, поэтому, наверное, нужно перейти где-то к благодарности. И нашим молодым экспертам спасибо огромное за то, что встали в полшестого утра, приехали к нам в гости, рассказали о том, что же такое Менделеевские классы, как проходит учебный процесс. Светлана, вам спасибо огромное. Спасибо большое за приглашение, всем огромного здоровья, и чтобы мы с вами чаще виделись, и чтобы наш класс почаще приезжал в Янский государственный университет. Ну и к нам, надеюсь. Да, к вам обязательно. В эфир тоже. То, что будет через год, мы, да, в кармане золото. Я думаю, мы очень много ещё чего не договорили, и в следующий раз мы попробуем обязательно ещё эксперимент какой-нибудь прямо в студию. Да. Что называется, замутить, попробовать. Хорошо. Из Менделеевских боксов что-нибудь мы привезём. Денис Анатольевич нас проконсультирует, дабы мы тут полгорода. А вот сейчас как раз Денис Анатольевич, у него всё, круг замкнулся, час программы прошёл, он уже всё, он уже снова о детях думает. Всё, он уже возвращается в семью. А почему бы нам не сделать выездной эфир где-нибудь, когда будет лабораторная работа? Да, это очень важно, это очень интересно, я думаю. Всё, перемещаем студию в лабораторию Вятгау. Центр притяжения нет, Мирный. 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 Всё, сразу в Мирный, я думал, куда-нибудь поближе для начала. В следующий раз мы в 5 утра встаем. Да, в следующий раз встаем мы в 5 утра, а сегодня всё заканчивается вот на такой приятной, позитивной нуте. Спасибо огромное, это была открывашка на 101.0 FM. Спасибо, до свидания. Спасибо огромное. Спасибо.